Эта идея появилась еще несколько месяцев назад, когда мы создавали инициативу постглобализации. Это первоначально вообще появилось как дискуссия во время Всемирного социального форума, где мы встречались с людьми из других стран, с нашими коллегами из западных и не только западных стран и поняли, что нужна какая-то новая площадка для дискуссии. Причем она нужна, конечно, нам в России и на постсоветском пространстве по целому ряду причин для того, чтобы с одной стороны, конечно, продвигать в так называемый мейнстрим критический анализ левой идеи и в принципе просто неортодоксальное понимание кризиса, это принципиально важно, и продвигать в российское общественное мнение идеи интеллектуалов, которые мыслят критически по отношению к неолиберализму, по отношению к так называемому вашингтонскому консенсусу, к доминирующим идеологиям, но в то же самое время для того, чтобы это все было в режиме диалога, потому что действительно на протяжении последних 15-20 лет возникла странная ситуация, когда все фрагментировано, это вообще цель для либерализма, видимо, все фрагментировать, но фрагментированы мы также по культурным вот этим вот зонам и, скажем, та культура и та дискуссия, которая развивается на русском языке, в значительной мере оказалась оторвана от того, что развивается на английском языке и на западе. При этом мы достаточно активно цитируем, изучаем то, что, опять же, происходит на английском языке, но это однолинейное движение, то есть в России западную литературу переводят, читают, в России знают достаточно многих авторов, в том числе даже не самых знаменитых. Из России, скажем, общественная мысль, тем более общественная мысль критическая, левая, антисистемная, она не выходит, она не получает развития в контексте международной дискуссии. И, кстати говоря, у нас возникла затем проблема именно с немецким языком. Мы обнаружили, что, скажем, при том, что фонд Роза Виксембург ведет большую работу, при том, что Германия является до сих пор, слава Богу, одним из центров левой диалектической, философской, прогрессивной мысли, то есть все-таки традиции Маркса, Роза Виксембурга и так далее, они живы здесь. Мы получаем из Германии сейчас гораздо меньше культурного, идеологического и просто даже научного материала, чем 20-30 лет назад. Поэтому возникла идея, что нам нужно проводить такие мероприятия не только, скажем, привозя специалистов из англоязычного мира в Россию, или, скажем, мы это делали в Грузии, мы это делали в Украине и так далее, но вот в наше пространство. Но и наладить прямые связи с коллегами и товарищами, которые работают не на английском языке. И это не значит, что мы плохо относимся к английскому языку, мы к нему прекрасно относимся, но нужно выйти за пределы вот этого вот англоязычного культурного мира. И это, конечно, принципиальный момент, поэтому, конечно, Берлин, но есть другая причина. Для нас фонд Роза Виксембурга является давним, надежным и очень важным партнером. Это было еще до инициативы постглобализации, мы работаем как институт глобализации и социальных движений, работаем уже с 2007 года, а как коллектив мы работали еще раньше. И в Москве работает отделение фонда, это хорошо сложившиеся наладженные отношения. Но нам нужно придать этим отношениям более высокий интеллектуальный уровень. Это не просто взаимная поддержка, но нам нужно выйти на уровень международной интеллектуальной или интеллектуально-политической дискуссии. И очень важно, что показал семинар, на мой взгляд, он показал параллелизм проблем. То есть ситуации не всегда одинаковые, но даже когда они разные, они очень параллельны, они очень сопоставимы. Мы очень легко можем даже понять лучше свои проблемы, глядя как в зеркало на наших коллег, скажем, в той же Германии. Вот мы говорили о параллелизме и зеркальности ситуации социальных движений, когда в Германии, в западных странах мы видим социальные движения очень хорошо мобилизованные, очень хорошо организованные. Но при этом, кстати говоря, их эффективность снижается, потому что они столкнулись с системой враждебных институтов и не имеют стратегии, как это преодолеть. В то время как в России мы видим слабую институциональность, мы видим слабое уважение к институтам, но при этом дефицит организации, дефицит солидарности, дефицит способности мобилизоваться. То есть, соответственно, нужно вот эти вот взаимные слабости компенсировать и в рамках диалога идти к взаимному усилению. И это относится также к интеллектуальной работе. Мы должны начать вести эту интеллектуальную работу в режиме диалога для того, чтобы друг друга усилить. Самое интересное, что ситуация в России в чем-то, мне кажется, даже опережает развитие ситуации в Западной Европе. Потому что вот, скажем, сейчас, когда мы говорили о тех или иных тенденциях в Германии, когда немецкие коллеги и, в частности, вы, рассказывали о том, как, скажем, деградирует немецкий федерализм, о том, как регионы заставляют, принуждают соревноваться, конкурировать друг с другом, вместо того, чтобы сотрудничать, меня это поразило именно тем, что возникало ощущение, что Германия идет по стопам России. То есть то, что начало происходить здесь за последний год, полтора-два, у нас начало происходить существенно раньше. То есть в этом смысле мы опять как-то впереди, но не в лучшем виде, скажем так. Но на самом деле в России ситуация очень двойственная, потому что российское население весьма критически относится к тем неолиберальным идеям, которые воспринимаются в России как импортированные, причем даже не с Запада, а прежде всего из США. Они воспринимаются как нечто чужое и, в общем-то, в значительной мере отторгаются общественностью. Проблема в том, что при этом ничего альтернативного, ничего другого не предлагается. И это первая большая проблема. Вторая большая проблема стоит в том, что оппозиция, это в основном Москва и Петербург, в оппозиции доминируют либералы, и либералы по существу не предлагают другой социально-экономической стратегии. Они критикуют власть, они ругают Путина, они говорят о коррупции, но они не говорят о системных, социальных или экономических изменениях. При этом значительная часть населения не принимает либералов и поддерживает власть, потому что видит во власти защиту от нового витка неолиберальных реформ в духе 90-х годов, реформ, от которых будет еще хуже. Но, что делает ситуацию еще сложнее, в течение последних нескольких месяцев сама же власть начала проводить многие из тех неолиберальных мер, в которых обвиняли оппозицию, в подготовке которых обвиняли оппозицию. И это создает еще большую путаницу. И, наконец, последний момент, что ни оппозиция, ни власть не едины. Внутри самой власти идет очень острая дискуссия, борьба тенденций, и в этом смысле в России очень своеобразный плюрализм. Это не борьба власти и оппозиции, это в значительной мере пересекающаяся с властью и оппозиции, борьба тенденций и идей. И, в общем, по большому счету, я думаю, наш ждет очень серьезная реконфигурация политической картины. Она будет совсем другой уже, может быть, через год-полтора, когда мы в полной мере почувствуем масштабы кризиса, и когда очень многие люди и во власти, и в оппозиции вынуждены будут сделать выбор относительно социальной политики, относительно социально-экономических принципов, по которым нужно ориентироваться, выходя из кризиса. Можно говорить о левом движении в России, потому что, скажем, 15 лет назад были отдельные левые, были левые интеллектуалы, были отдельные активисты, движения как такового не было. Сейчас можно, безусловно, говорить о движении. С одной стороны, конечно, мы видим постепенное умирание официальной старой КПРФ. Причем это вовсе не вопрос возраста. Была тенденция такая среди либеральных журналистов говорить, что КПРФ там бред с возрастом. Это неправда. Возраст не играет роли, потому что все равно какое-то количество молодых людей приходит. Но проблема КПРФ в том, что она превратилась в один из элементов существующей политической системы, фактически в такого постоянного партнера власти. И все прекрасно понимают, что ее функция стоит в том, чтобы канализировать социальный протест, как бы давать ему какие-то удобные и безопасные формы. И в этом смысле КПРФ постепенно отмирает, он превращается в элемент системы, который вместе с этой системой приходит в упадок и вступает в кризис. Происходят расколы, люди уходят и так далее. Но новое левое движение, которое видно, просто уже видно на улицах, видно время протеста и так далее, оно страдает теми же проблемами, теми же болезнями, которыми, кстати, страдали и до сих пор. Это многие на Западе, это сектанство, это зачастую стремление к общим лозунгам вместо конкретных программ, это желание активиста говорить только друг с другом и не говорить с другими обычными людьми, которые им кажутся скучными. Это такой вот показной красивый радикализм, который отторгает нормального, среднего рабочего, среднего служащего и так далее. И вот это все нужно преодолевать через работу, через интеллектуальную искусство, через просвещение. Ну то есть, в общем, это общая задача, не только наша, мне кажется. Профсоюзы в России делятся на две части. Есть официальные профсоюзы, связанные с правительством и с господствующими кругами, с бизнесом. Это бывшие официальные советские профсоюзы, Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР. И есть так называемые новые профсоюзы, свободные профсоюзы. Это в основном конфедерация труда России, ну и несколько других объединений. И эти последние профсоюзы действительно ведут борьбу. То есть, мы видим растущее число забастовок, организованных профсоюзами, не диких забастовок. Мы видим растущее число успешных акций. Мы видим рост численности. Но надо отметить, что все равно это меньшинство наемных работников. И во-вторых, надо отметить, что на сегодняшний день это преимущественно рабочие в новых секторах. То есть, в основном, это люди связаны с работой на транснациональной кампании. То есть, именно вот в этих иностранных кампаниях профсоюзам удалось закрепиться, создать боевые ячейки. По аналогии с теми профсоюзами, которые в этих же кампаниях существуют также в Германии, во Франции, в Испании и так далее. И в этом смысле, как раз мы должны сказать большое спасибо, потому что вместе с иностранным капиталом в Россию пришли и традиции европейского рабочего движения. Это вот та самая диалектика истории, диалектика капитализма. Я думаю, что, во-первых, мы должны быть благодарны за то, что нам в течение длительного времени просто давали очень много идей и очень много опыта. Причем, не обязательно мы этот опыт принимали в том виде, в каком он был на Западе реализован. То есть, глядя на западное движение, мы просто учились. Зачастую учились на ваших ошибках. Большое спасибо, кстати говоря. Мы будем делать все одно, чтобы их не повторять. И это вообще важно. Точно так же, как западное движение училось в свое время на ошибках СССР. Поэтому первое, что нам нужно, конечно, это все-таки диалог. И диалог, скажем так, доброжелательно-критический. Когда мы не умиляемся друг другом, а смотрим друг на друга и друг другу даем советы, дружеские советы, подсказки, комментарии и так далее. Конечно, нужны совместные публикации, совместные дискуссии, семинары, обсуждения. Причем, вовлекать их надо не только узкую группу интеллектуалов, но и гораздо более широкий круг, прежде всего, молодых исследователей. Активистов, профсоюзных деятелей и, опять же, просто, в конце концов, рядовых рабочих, студентов и так далее. Кстати говоря, опять же, об этом мы думаем, когда проводим мероприятия, мы стараемся проводить в провинции, проводить как можно более широкую аудиторию и так далее. Ну и, наконец, последнее, это то, что мы все-таки сейчас вписаны в одну систему. Мы, Россия, члены ВТО. Мы вписаны в ту же систему неолиберального капитализма. Значит, акции прямой солидарности, они становятся не просто возможными, а необходимыми. И вот это вот каналы, которые нужно налаживать институционально, отчасти они уже налаживаются профсоюзами, а мы должны их наладить через те структуры, которые мы, собственно, располагаем уже в интеллектуальной сфере, в политической и так далее. И я думаю, что, в общем-то, это имеет очень большую перспективу, но прежде всего, конечно, обмен людьми, обмен идеями. И чем больше, скажем, наших активистов будет участвовать в событиях, скажем, на Западе, чем больше западных товарищей будет у нас появляться, тем лучше. Потому что я точно знаю, что, например, когда россияне участвовали в блокаде Хайли Гендама в Ростоке в 2007 году, как, собственно, наш институт только начинался в нынешнем виде, для участников это было очень важное событие для формирования их политического идентичности, их опыта, их личности и так далее. То есть люди приезжали, изменившись, потому что они видели, как можно сделать практическое дело, можно побеждать. И я думаю, что в этом смысле просто взаимный обмен людьми и совместные акции, технически проведенные вместе, это очень большой потенциал имеет. Информацию можно найти легко. Сейчас у нас есть интернет. И, во-первых, конечно, если говорить об инициативе постглобализации, то есть сайт pglobal.org. Если говорить об институте, то есть сайт igso.ru. И есть самый наш любимый сайт, это интернет-газета rapcore.ru. Rapcore – это старый еще советский термин «рабочий корреспондент». И мы очень большое усилие предлагаем, чтобы делать этот сайт интересным, и мы им ужасно гордимся, там есть видео. Поэтому я очень всех приглашаю смотреть, кто знает русский язык, смотреть наш сайт и находить там что-то для себя интересное. Большое спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин